Привет! Привет! С вами Таня Дроздова, и сегодня я вам расскажу, как сделать свой собственный ZIN без вложений. И делать мы его будем на простом листе формата А4. ZIN это не периодическое малотиражное издание, которое сокращенно от английского fan magazine, что значит фан, журнал, альманах, дневник. Ну, неважно. ZIN подразделяются на множество-множество категорий. Это может быть биографические ZIN, это могут быть ZIN, посвященные музыке, это могут быть литературные ZIN, фэн-ZIN, это могут быть иллюстраторские ZIN и так далее. Но чаще всего они комбинированы, потому что иллюстрация может сопровождаться текстом, текст может сопровождаться иллюстрацией. Гениально! Так вот, как сделать свой собственный ZIN без вложений на листе А4. Но здесь будет договорочка. Обойдемся минимальными средствами. И я сделал свой ZIN в черно-белом варианте. То есть, учтите, если вы захотите сделать цветной ZIN с иллюстрациями, то вам нужно будет подумать про печать и про средства. Так вот, и что же делать с этими ZIN? Дарить можно раздавать друзьям, можно за какую-то копеечку продавать, но какая моя была вообще идея сделать ZIN? Я задала в инстаграмме вопрос своим подписчикам, своим 700 подписчикам. Что бы вы хотели узнать или задавать мне любые вопросы про Индию? Да, конечно, тема моей ZIN будет Индия. Я получила много вопросов. Для начала я выписала все вопросы, которые я получила. Потом я как-то объединила некоторые вопросы вместе, потому что они перекликались. Потом я для себя определила, какие области вообще затронули вопросы. То есть, танцы, кухня, экономика и так далее. Потом я опять-таки пыталась что-то структурировать, найти какие-то общие, которые перекликались или что-то в этом роде. В общем, тут я черкала, выделяла цветами. Ну, короче, не знаю. Теперь я не разберу, что я здесь вообще делала. Далее идет моя любимая часть изготовления макета нашего ZIN. Мы берем обычный лист бумаги А4, складываем его пополам. Главное не торопиться и сделать все четко. Далее мы складываем лист А5 пополам. Здесь можно использовать все, что хотите. Карандаш, ручку, чтобы складить стороны. Есть даже специальное приспособление для этого. Так вот, складываем лист бумаги еще раз пополам. Хорошенько сгибаем. Опять же, можно сделать это ручкой или специальным приспособлением, которого у меня нет. Так, разворачиваем на один оборот обратно. Отмотали обратно. И теперь концы мы сгибаем еще раз к середине. Ну, я думаю, вам понятно. Вот так. Главное, не спешите и сделайте все ровненько. Так, разворачиваем. И смотрите, мы должны прорезать наш лист отсюда до сюда. Как я это делаю? Сворачиваю лист пополам и прорезаем ножницами. Но я решила заморочиться. Вообще ножниц у меня поблизости не было. Пришлось взять макетный нож. И делаем так надрез. Готово. Теперь смотрим. Вот у нас получился вот такой разрез. Теперь смотрите, мы складываем лист пополам. Вот так вот крестом, снежинкой. И вот так мы складываем странички. И вот у нас получился макет нашего Зина. Обложка, листы и, в принципе, вот. И помните важный этаж, что вы ограничены количеством страниц. Далее я нумерую страницы, где первая у нас будет обложка, потом вторая страница, третья, четвертая, пятая и, естественно, шестая, седьмая и восьмая. Это будет наша обложка, задняя обложка, back cover. И обратите внимание, если развернуть наш лист, то обложка и задняя обложка, они занимают, они расположены рядом. То есть можно нарисовать что-то, что будет переходить из задней обложки в обложку. И страницы в зине, видите, расположены, ну, вверх ногами. Продолжаем работу над макетом. Далее на своем макете я просто распределила примерно, где у меня будет какая иллюстрация, то есть что у меня будет на обложке, как у меня будет располагаться текст и вообще на какие вопросы. Ну, то есть я просто разделила, как сказать, я не знаю, сделала верстку, что ли, типа такого, что здесь у меня будет про этот вопрос, здесь у меня будет вот этот вопрос. И это я решила оформить такими рамочками, типа комиксов. На этом этапе я особо не стараюсь, потому что я понимаю, что это черновик, это просто мои идеи. Их можно сделать, таких макетов, один, два, три, сколько вам угодно. То есть всегда по-разному вы можете расположить текст, попробовать поиграть с разворотами, с иллюстрациями и так далее. Попробовать разные варианты композиции. Ну, в общем, это полет для вашей фантазии. И мне действительно нравится этот этап работы, потому что я здесь вообще не стараюсь. Я отключаю мозг и просто мои руки делают. Что-то делают, что-то пишут. И, в принципе, мне нравится, что получается. И несмотря на то, что я объединила некоторые вопросы в один, мне было всё равно сложно уложиться в восемь страниц, две из которых это обложки. Поэтому я решила пренебречь задней обложкой, и я её отвела для ответа на вопрос. Поэтому у меня полноценная это только обложка спереди. Но, несмотря на это, мне, в принципе, макет понравился. Вот последние штрихи, задняя обложка, текст, рисунок. И, в принципе, в принципе, в принципе, смотрится хорошо. И вот как выглядит мой лист в развернутом состоянии. И далее я начинаю работу в Procreate. Это мой шаблон. Я сделала его в Photoshop. Это направляющий, который я себе нарисовала. То есть я разделила лист пополам по горизонтали и потом на четыре части, на равные четыре части по вертикали. И я сделала эти направляющие на отдельном слое, так, чтобы видеть. И начинаю я работу с этих вот рамочек. Я не знаю, почему мне захотелось сделать это в стиле типа комикс. И каждый вопрос взять вот в такую рамочку. И этот процесс рисования мне понравился, потому что он был достаточно простым. А вот потом началась какая-то жесть. Когда рамочки были готовы, я решила начать с иллюстрации. Я решила сделать обложку, накидать какой-то скетч. Я решила, что нужно вписать иллюстрации сначала. То есть как-то вот так вот. Ну ладно, обложка с горем пополам, окей, ладно. Но когда я начала вписывать иллюстрации в рамочки, где должен был быть текст, что-то пошло не так. У меня просто не получалось. Я пыталась и так, и так, и так. И вообще получалась какая-то фигня, если честно. Прикольно. На самом деле я поняла, почему у меня не получалось. Потому что в первую очередь нужно было ответить на вопросы. И напечатать, и расположить в шаблоне текст. И только потом, в зависимости от... Сколько занял текст, нужно было вклинивать иллюстрации. Я же хотела сначала это всё нарисовать, и потом как-то вклинить текст. Но в этом была моя ошибка. Поэтому я отложила это всё благополучно на день. Потом я просто напечатала текст, я ответила на вопросы. И лишь потом мне уже оставалось небольшое место в зине для этих маленьких иллюстраций. И вот он, мой готовый зин. Я добавила... Я вписала весь текст. Я добавила суперпростые иллюстрации. Я не делала сложного объёма. Я, можно сказать, вообще не делала объёма. Я просто добавила в кое-каких местах серый цвет, как тень. И всё. И вот, как выглядит мой зин вживую. Это листы. И сейчас я сложу его по типу, как мы делали макет. Лист пополам, ещё раз пополам. И потом ещё раз пополам к середине. Где-то при печати у меня сдвинулась бумага. И распечаталась не очень ровно. Особенно вот эти рамочки, которые я решила сделать как комиксы. Но, в принципе, это не критично. И ничего страшного в этом нет. А сейчас очень важный момент. Тара-та-та-там, там-та-рам. Складываем в книжечку. О, боже, это очень круто. Свой зин вы можете сделать в любой тематике. Это могут быть ваши любимые стихи. Это могут быть просто иллюстрации. Что угодно. Вы даже можете от руки рисовать в нём. В общем, я, на самом деле, очень довольна результатом. Это классно. Они такие прикольные. Их можно раздавать друзьям. Вот, у меня уже есть три. Три. Ещё ждут своего часа вот эти вот друзья. Ну вот. Я надеюсь, вы зарядились этим желанием сделать свой первый зин. Я надеюсь, у вас всё получится. И, в общем, спасибо большое, что смотрели видео. И до новых встреч.